Привет, друзья! В прошлый раз мы выучили, как использовать два глагола подряд в английском языке. Мы разобрали модальные глаголы и немодальные. Это важно, у них разные правила употребления. Если вы еще не знаете эту тему, посмотрите это видео здесь. Если коротко, то некоторые глаголы требуют после себя частицу to. I want to drink. Я хочу пить. Другие требуют окончания ing. I suggest going out. Я предлагаю пойти погулять. А модальные глаголы вообще ничего не требуют, и мы просто ставим два глагола подряд. I can swim. Я умею плавать. Но в английском языке еще есть определенные конструкции, когда между двумя глаголами вклинивается местоимение. For example, I want you to help me. Я хочу, чтобы ты мне помог. В некоторых конструкциях используется частица to. В некоторых не используется. А в других вообще используется ing. Сегодня мы поговорим о таких конструкциях. Начнем с фразы из нашего примера. Если мы хотим, чтобы кто-то что-то для нас сделал, мы используем именно эту конструкцию. I want somebody to do something. И мы можем подставлять человека и действия, которые нам от него нужны. Я хочу, чтобы ты остался дома сегодня. I don't want anyone to know about this. Я не хочу, чтобы кто-то об этом знал. I want you to be happy. Я хочу, чтобы ты был счастлив. They want us to be on time. Они хотят, чтобы мы были вовремя. He wants her to cook dinner. Он хочет, чтобы она приготовила ужин. She wants me to go shopping with her. Она хочет, чтобы я пошел с ней по магазинам. Обратите внимание, что после want мы здесь используем падежные формы местоимений. То есть формы me, you, her, him, it, us, them. Можно также вставлять имя человека. Mary wants Mark to marry her. Mary хочет, чтобы Марк на ней женился. Ross wants Monica to make him a sandwich. Ross хочет, чтобы Моника сделала ему сэндвич. The Simpsons want the Millers to invite them to the party. Семья Симпсонов хочет, чтобы семья Миллеров пригласила их на вечеринку. Вместо want можно использовать would like. Это будет более вежливо и менее настойчиво. I would like you to help me. Я бы хотел, чтобы ты мне помог. I'd like you to get me some coffee. Я бы хотел, чтобы ты принес мне немного кофе. Или я бы хотел, чтобы ты угостил меня кофе. They'd like us to wait for them. Они бы хотели, чтобы мы их подождали. Would you like me to lend you some money? Ты хотел бы, чтобы я одолжил тебе немного денег? He'd like her to phone him tonight. Он бы хотел, чтобы она ему сегодня позвонила. Также данная конструкция verb plus somebody plus to может использоваться с другими глаголами, такими как Я говорил тебе слушать внимательно. Я ожидаю, что вечеринка будет веселой. They persuaded us to give it a try. Они убедили нас попробовать. Give it a try. Попробовать попытаться. My brother taught me to drive. Мой брат учил меня водить. He begged her to stay. Он умолял ее остаться. I didn't mean to scare you. У меня не было намерения тебя напугать. Please, remind me to phone her this evening. Пожалуйста, напомни мне позвонить ей сегодня вечером. Please, don't force me to shout at you. Пожалуйста, не заставляй меня кричать на тебя. Parents always encourage young children to play with other kids. Родители всегда поощряют маленьких детей поиграть с другими ребятами, с другими детьми. I couldn't move the piano by myself. I got our neighbors to help me. Я не мог передвинуть пианино самостоятельно. Я убедил наших соседей мне помочь. Если вы хотите сказать кому-то, попросить или посоветовать не делать чего-то, то поставьте частицу not перед to. I told her not to wait for me. Я сказал ей не ждать меня. They asked me not to tell anyone about their plan. Они попросили меня не говорить никому об их плане. She advised me not to eat junk food. Она посоветовала мне не есть вредную еду. We expect you not to be late. Мы ожидаем, что ты не опоздаешь. He persuaded us not to buy this laptop. Он убедил нас не покупать этот ноутбук. Her parents taught her not to be shy. Ее родители учили ее не быть стеснительной. He warned us not to touch the kettle. It was hot. Он предупредил нас не трогать чайник. Он был горячим. Обратите внимание, что вы не можете использовать эту конструкцию с глаголом suggest. Просто глагол suggest всегда вызывает много путаницы и хочется после него поставить to. Но нет, он сюда не подходит. После него возможны только такие варианты. Я предлагаю заказать пиццу. Я предлагаю заказать пиццу. Это неправильно. Такой вариант невозможен. После глаголов advise и allow возможны два варианта. Она посоветовала остановиться в этом отеле. То есть нельзя сказать Либо вы ставите Либо добавляете человека, кому это посоветовали. То же самое с allow. Они не позволяют парковаться напротив здания. Или они не позволяют людям парковаться напротив здания. Хотя в пассивном залоге человека вставлять не нужно, да и не получится. Вам не позволено парковаться здесь. Теперь разберем три глагола. После глаголов make и let частица to не ставится. Жаркая погода заставляет меня чувствовать себя уставшим. Он заставляет ее улыбаться. Не заставляй нас плакать. Ее родители не позволяют ей гулять одной. Дай мне знать, когда будешь готов. Я никогда не дам тебе уйти. Хотя в пассивном залоге с глаголом make частица to появится. Нас заставили ждать два часа. Глагол let в пассивный залог поставить не получится. Он там не используется. Вместо него можно использовать allow. Нам было позволено пойти гулять одним сегодня. А вот после глагола help возможны два варианта. С to и без. Можешь помочь мне передвинуть стол? Или Оба варианта верные. Разницы нет. И последние две конструкции, которые мы сегодня разберем, это видеть, как кто-то что-то делает. Самый известный пример Я видел тебя, как ты танцевала. Или Я видел тебя в то время, как ты танцевала. Или Когда ты танцевала. В чем разница между То есть действие было завершено. Я видел, как ты это делал. То есть действие не было завершено. Я застал тебя в процессе. Я видел, как он сел в машину. То есть я видел, как он сел и захлопнул за собой дверь. Я видел все действие до конца. Я видел, как Кейт ждала автобус. Я видел, как он упал со стены. Кстати, обратите внимание, что мы хоть и переводим все предложение в прошедшем времени, но глагол fall off стоит в настоящем. Ты видел, как случилось это происшествие? Я видел, как он гулял вдоль улицы. Но иногда разница в значениях не столь заметна, и оба варианта допустимы. Я никогда не видел, как она танцевала. Также вместо глагола see можно использовать глаголы hear, feel, smell, find и некоторые другие. I didn't hear you come in. Я не слышал, как ты вошел. He suddenly felt someone touch him on the hand. Он внезапно почувствовал, как кто-то дотронулся до его руки. Can you smell something burning? Чувствуешь, как что-то горит? I found him sleeping in my room. Я нашел его спящим в моей комнате. Чтобы вам было проще освоить эти конструкции, выучите по одному примеру из этого видео на каждый глагол, а затем придумайте свои собственные примеры и напишите их в комментариях. На сегодня это все. Увидимся в следующем уроке. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!